На берегу Висагинского озера сегодня столпился народ. Люди с замиранием сердца следили за тем, как водолазы пытаются спасти провалившихся под лед мужчин. У нас сегодня проходят плановые учения водолазов Висагинского пожарного управления. Легенда такая, что шли двое людей на другой берег озера и провалились под лед. Один из них сумел удержаться на воде, второй утонул. По прибытию подразделений один человек плавал на поверхности, а второй человек уже был подо льдом. Пожарные водолазы выполнили свою функцию хорошо. Были некоторые замечания, но будем их решать по ходу службы. Сейчас проходят работы вытаскивания утонувшего человека. По легенде, утонул там манекен. Скажите, сколько минут заняла операция? Операция от подготовки до прибытия первых подразделений приблизительно 7-8 минут. Это время нормальное. Человек может удержаться на воде. Это время, хоть и холодная пора времени года, но удержаться могут. А что нужно делать, поинтересовались мы, чтобы как можно дольше продержаться на поверхности и не уйти под лед. Желательно скинуть теплую зимнюю одежду, куртки. Они больше всего набирают воду, начинают тянуть обувь. Тоже начинают тянуть. Не паниковать. Стараться не тратить энергию. Стараться подать сигналы бедствия. И держаться на льду, руками стараться, чтобы меньше энергии уходило у человека. Как часто на практике водолазам удается все-таки спасти утопающего? Ну, по статистике процентов 70-80 успевают приехать и спасти. Но не очень часто тонут, так вот проваливаются под лед. Но в основном успевают. Если близкое расстояние до места происшествия, то успевают. На эти плановые учения пожарные спасатели пригласили и группу школьников. Стоя на пирсе, они внимательно наблюдали за действиями профессионалов. И надо думать, навсегда усвоили этот наглядный урок. И поняли, что на льду может случиться непоправимое. В данный момент, я думаю, есть еще водоемы, на которых будет лед. Но одно из самых важных мер предосторожности будет остаться в это время дома и не ходить на лед. Но если уже не удержались, пошли на лед, то заходить на лед нужно осторожно. Как мы видим, сразу вода уже от берега отошла. Лед только есть дальше от берега. Зайдя на лед, нужно продвигаться с пешней, ударяя пешню о лед. Тем самым мы удостоверяемся, что лед прочный. Если при малейшем опасении, что лед будет хрупкий, он проваливается, возвращаемся обратно. Обратно возвращаемся по тому пути, по которому мы пришли. Если увидели человека, который провалился под лед и нужна помощь, звоним по номеру 112 и пытаемся прийти ему на помощь, лечь на лед, ползти, кинуть веревку, нужно ему, как можно подальше от того места, где он провалился. И вытащив его на лед, сразу не встаем, кувырками перекатываемся к тому месту, где был прочный лед, где мы откуда пришли, и двигаемся в теплое место. Сразу же надо снять одежду, растереться сухими полотенцами, тряпками или еще чем-то, и одеть теплую одежду по возможности, пить теплую жидкость, исключать алкоголь. И все-таки нужно исключать такую возможность, как вы сказали, оставаться дома рыболовом и детям тоже, наверное, не ходить на лед. Детям и рыболовам однозначно лучше всего воздержаться и подождать уже моментов, когда можно будет рыбачить с берега. В этом году в Литве с января по сегодняшний день, согласно статистике, под лед провалились 16 человек. 10 из них утонули, шестерых водолазам удалось спасти. В Висогеносе подобных несчастных случаев этой зимой и весной не было. Хочется надеяться и не будет.